всем добрый вечер кто пришел еще раз добрый вечер кто в записи тоже добрый вечер и с наступающими да но кто сегодня празднует новый год поздравляем всех с рождеством соответственно тоже у нас тоже но время было в этот день как раз в эту ночь маленькая модель тигра у нас присутствует почти сияющий котей да он только от хлеба мурлыкать начинает вот сегодня у нас с вами ребят тема соленое тесто материал довольно такой даже где-то уже вошел серьезно в программу многих детских садов и если школ каких-то учебных заведений хороший материал как и глина как и пластилин у него есть свои особенности свои нюансы какие-то из них мы с вами сегодня тоже будем раскрывать их правда очень много материал безграничен своих возможностях каких-то своих моментах какие-то моменты он диктует жестко что-то с ним довольно сложно сделать а что-то очень легко гораздо проще чем другими материалами но изюминка главный у нас будет все таки ребята еще в том что делая подарки что такое подарок по большому счету подарок это материализованная маленькая какая-то импульсная волна ваших чувств какому-то человеку в частности как вы какому-то человеку в материи в материальном носителе даете что-то такое особенное от вашего сердца от ваших чувств именно в материи почему во многих европейских странах и вот в американских частности культурах хэнд мэй считается это высший пилотаж сделанные свою руку своими руками это прям сразу вау так это сама что ли сделала ух ты там сразу такое ух так на педестал подносится сразу резко и очень шустро и высоко у нас как-то немножечко было одно время принижено это действо то что сделано своими ручками но сейчас слава богу возвращается тем более что всегда сделано что-то с посылом она очень сильно отличается вот об этом посыле мы тоже будем постепенно заводить разговор побольше посильнее потому что это наверное суть подарка суть подарка чтобы передать ваши чувства кому-то в каком-то материальном носителе очень искренне очень искренне приветствуется любое выражение свои своих чувств если чувства выражены это уже великолепно вот и подарки хороший повод для этого поэтому вот наш традиционный курс который мы готовим с подарками он будет как раз завязан на этих ниточках тоже ну а сегодня мы с вами познакомимся с этим материалом как его изготовить рецептов много я вам покажу самые такие простые ну один из самых простых и окрашивание тоже одно из самых простых окрашиваний тоже вам сегодня покажу лепить будем всякие штучки елочные игрушки под елочные игрушки тоже очень хорошие такие игрушки которые под елку надо класть для красоты чуть он так запел унесите цукена еще рано год тигра только феврале так что не надо спешить а то у нас обидится предыдущий знак так сейчас я поправлю камеру и начнем нашу работу и так ребят сейчас я попрошу взять себе какой-нибудь стаканчик небольшой мерный которого у вас будет именно измерителем это не обязательно большущий стакан может взять что-нибудь там в треть стакана у меня вот такие жульенки нашлись малют малюсенькие в принципе вот ну именно она будет попроще можно можно столбочки какие-то чтобы мы не сразу весь стакан который я вам предлагал один-два стакана муки соли тут же раз и и превратили в общий кусок я бы хотел вам показать некоторые различные способы как раз поэтому как бы не будем сразу все замешивать в общей массе чтобы у вас были тоже варианты и водичка нам сейчас будет тоже нужна соль водичка так сейчас секундочку не с камерой что куда мне делась камера сейчас ребят секундочку камерами вот ты просто положил так 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 что должна подключиться сейчас камерка все камерка есть если будет сильно подвисать у меня ребята какой-то звук изображения рекомендую тоже выключать видео свое собственное это немножко увеличит проточность если все хорошо у вас в принципе больших правок здесь не требуется уши ольгу впустили ольга добрый вечер и так вот я здесь немножечко такой стол у меня с легким художественным наброском всяких разных вещей которые уже подсохли но подсохшие вещи я специально буду использовать для того чтобы вам показать как их окрашивать пока мы будем делать разные штучки сначала конечно мы с вами изготовим сам замес сейчас я пока все это уберу лишнее штучки тоже уже готовы довольно твердые предметы получаются они довольно крепенькие и как раз один из рецептов который вам хотел сейчас показать ребята именно для крепких вещей это будет более крепкий замес более крепкие вещи получаются тверденькие достаточно такие и в принципе об особенности сушки вам тоже расскажу есть там несколько таких моментов подводных как сушить эти вещи более корректно чтобы они меньше трескались меньше деформировались тоже есть некоторые нюансы ну пока замес и так замес простой ребят вашу миссу в которой вы будете сейчас делать смесь я вам предлагаю сейчас смешать одну мерную мерную стопочку например у меня будет вот такая жильеница одномерная стопочка соли мелкого помола и муки пока первый замес будет такой вот у меня мука одна такая и столько же соли это именно такой замес будет более твердых скажем так сортов более твердые элементы я уже говорил пока мы собирались что соль у меня немножечко подвела я взял мешочек соли который на ощупь казался мелким когда открыл он оказался среднего помола такая конечно крупноватная соль но любая кофемолка быстренько все поправляет тем более не так уж много этого надо дальше ребят любая мешалочка у кого что можно ложечкой можно вилочкой перемешиваем сначала вот эту смесь данный замес чтобы он у вас был более равномерный кий есть конечно очень много рецептов если вы начнете исследовать в интернете разные рецепты соленого теста их очень много я все равно как-то любитель и ценитель экологичности все-таки стараюсь максимально меньшее количество химии хотя конечно клей pva там в принципе клестерные добавки в виде того же обойного клея некоторые делают добавочки обойным клеем они в принципе тоже довольно натуральные и ну если и химия то не настолько уж они агрессивные pva и акрил это вообще не агрессивные смеси абсолютно и токсичность у них сведена к нулю но тем не менее ребят вот простота это вообще такая чудная вещь поэтому самый простой вариант только мука только соль но и соответственно вода воды вот воды вот это надо будет положить половинку с маленькой четвертинкой того что мы с вами сделали но я рекомендую сначала половинку налить половинку вашего мерного прибора чем вы делали замер вот именно половинку сюда вливаем как вариант можно сделать маленькую луночку там где-нибудь чтобы такая была именно луночка у вас и первое время сперва делать замес с помощью той же вилки я рекомендую пока пока комнатной температуры ребят есть есть рецепты в которых даже немножко горяченькую делают но я бы не советовал это делать первого раза там есть нюансы и хитрости их немножко надо будет внимательно соблюсти там и глицериновые есть добавочки тоже вот как 1 как один из вариантов пластификатора ну опять же вот здесь как бы за простоту пока что больше я вас буду подводить вот и делаем такую замеску она в какой-то момент превращается в такую крошку такого аля чак-чака вот ручки сразу мы сюда не включаем есть рецепты которые масло добавляют тоже в принципе все это интересно все имеет место ребята тоже довольно интересненькие такие моменты вот но вот этот замес я предлагаю вам сделать максимально просто но про проще некуда просто проще только про сфорки вот и все 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 это так вот замешиваем 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 получаются такие уже как комочечки такие вот чуть-чуть вот в этих ком эти комочки начинают перекатываться в той опять хотела глине сказать все-таки глина привычка у меня довольно серьезная в того теста и той соли который там остается на дне немножечко она как раз как бы смазывает все эти контактики вот сейчас у вас будет такая фаза ребят я предлагаю вот в этой фазе сейчас когда вы еще не далили сюда четвертинку вашего мерного прибора вот сейчас немного взять отсюда ну скажем так несколько таких крупных щепотей этой этих гранул и немножко их пожамкать отдельно и положить в пакетик целлофановый пусть это будет такая чуть более твердая масса чем все остальное что нас будет дальше мы немножко утащим вот этой вот массы объединяйте ее если все вы сделали корректно у вас ничего не должно прилипать но мы минимальные прилипы какие-то может быть будут их тут же можно сбросить вниз руки но желательно если ложечка муки то и ложечка соли две ложечки муки две ложечки соли то есть тоже смотрите чтобы пропорцию не сильно менять вот добавили стаканчик муки стаканчик соли примерно в равных частях можно как вариант вообще замешать себе где-нибудь отдельно соль с мукой такую смесь вот пережамкиваем несколько раз этот блиночек такой у вас будет блинок небольшой пережамкали его снова сложили пополам еще раз пополам снова пережамкали его очень хорошо так это силу свою какую-то применить такую вот прям так пальчиковую вот пережамкали пережамкали теперь все это аккуратненько сминаем в общий шар у шара будет самая минимальная площадь поверхности из всех фигур и этот шарик кладем в целлофановый кулечек заранее приготовленный заматываем туда чтобы он не обветривался ребят один из из минусов этой технологии вам надо будет следить внимательно и всегда контролировать чтобы ваша масса из которой вы делаете изделия различные не присутствовал на ветру ну смысле это так называется обветривается на воздухе потому что сухие помещения очень быстро забирают все все остатки вашей влаги с поверхности она быстро начинает сохнуть и даже трескаться тут же на глазах а вот то что нас осталось по чуть-чуть постепенно там можно сразу четверть налить вот этой водички ваш мерный прибор и вот понемножку не сразу все так чуть-чуть добавили ним слегка перемешали снова то что там есть уже на дне вот и пока мы это перемешиваем сейчас я вам такой вопрос про себя задам на точнее для вас какой бы вам цвет был сейчас любопытен вообще в принципе вот из какого бы теста вам было бы интересно какие-то вещи полепить именно в каком-то одном цвете пока именно в одном ребят но и по этой модели можно сделать будет не только один цвет этот материал очень легко окрашивать способов тоже несколько существует я вам хотел показать самый простейший однородный способ окраски вот поэтому для себя пока подумайте какой вам бы цвет хотелось вот а между делом пока вот это все уже так потихонечку в массу собралось теперь придется немножко пальчики свои зацепить все-таки глиной глиной опять вот массой тестовой вот и вот там начинаем потихоньку захватывать но обычная переминка ребят переминка я думаю многие делали хозяйки переминку пирожков булочек тестовых каких-то масс печеньки там и прочее да в принципе даже обычные пельмешковые элементы тоже чем-то похожи вот захватывайте глинку конечно желательно чтобы у вас не было никаких ранок ребят на руках соль конечно в такой констрации будет реагировать с вашими ранками садинками царапинками если таковое у вас сейчас есть там большую часть замесов делать каким-нибудь предметом либо одевайте перчатой а то будет вам соль на рану все потихонечку я прям там внутри в этой чашечке это все максимально используя в камеру это все сделал ничего здесь хитрого нету это действительно все очень просто более чем ну проще правда некуда все общая масса как бы у меня сформирована дальше начинается небольшой перемин перемин не только в глине важен он даже в этом материале тоже значим он убирает лишние сухие частички вминают в общую массу в чем заключается перемен вы делаете колбаску жамкой 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 небольшую колбаску сантиметров 20-30 складывать ее в трое вот таким вот образом раз и снова делать из нее колбаску снова увеличивать и так увеличивать сантиметр там до 25 30 снова бам в три в три раза можно с круточкой это делать тоже здесь без разницы кому как удобнее кому нравится просто пожамкать кому просто вот так складочка пункт и покрутили крутили покрутили если она поломается ничего поломается все части собрали сложили перемяли с каждым переменом у вас она будет все пластичнее все будет такая прям такая уже вся более вязенькая вязкая такая пластичность тебе будет все лучше и лучше ну и сейчас вот в этот момент ребят тоже давайте еще такой нюансик сделаем как маленькая напоминалка наши руки с вами растут с плеч вот и тут наши кисти рук запястья предплечье плечи вот плечи у нас соединяются с грудью и вот сейчас как бы вот делая даже эту переменочку я вам предлагаю глазоньки закрыть ненадолго и вот представить как от вашего сердечка на каждом выдохе вот такое теплое чувство доброты теплоты легкости такой вот отправляем через наши ладошки вот то в то что мы сейчас мнем ничего сложного нету простая вещь вдохнули и на выдохе так ух в ладошки да вот бросили вот прямо в эту массу но вдохнули вот воздуха побольше теплоты добра благодарности вот все это так раз сюда на выдохе вот в эту массу вот как бы так символично пусть это будет символичный образ пусть это будет даже какая-то такая может даже такая немножечко сказочная фантазия то и ладно вот и пофантазируем вот можно сегодня сложили так и так втрое вдохнули и с благодарностью так ух через пальчики ваши через ладошки отправили и вот так вот несколько раз мы это делаем в принципе вы сами будете видеть что она становится все более такая вот у вас удобная для лепки все массу тоже слегка слегка давайте сформируем шарик уменьшим минимальную сделаем площадь контакта с окружающей средой это приблизительно что-то такое шарообразное комочек такой снежный и целлофановый пакетик еще один шарик есть так и сейчас давайте сделаем какой-то цвет чтобы было если кому-то понравится ребят тут уже свободную свободно полете можете себе сделать еще таких несколько разных оттенков хоть цветные что называется пластилины нужно будет сейчас замешать немножечко еще соответственно один к одному соль с мукой а вот воду не спешите воду мы с вами что приготовим отдельно именно поэтому я избрал две таких мензур очки этих жульенки 1 у меня будет для соли с мукой но я возьму половину мерного стаканчику вот умерного стаканчика соли и столько же муки если вы немножечко ребята шибетесь там сделайте муки чуть больше или меньше это правда роли большой не играет принцип такой чем больше соли тем тверже будут изделия они будут более твердые более крепкие вот и вся разница но немножко соответственно и тяжелее тоже для елочных игрушек это имеет значение для под елочных игрушек или настольных игрушек каких-то для украшения вашего стола праздничного роли никакой не играет масса именно вот сейчас я сделал вот эту вот смесь тоже также быстро перемешаю чтобы столько с мукой не образовывали каких-то залежей более крупненьких поэтому очень рекомендую так перемешать разбросать чтобы мука солью уже были так более 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 гомогенизированные так серьезное слово сказать это нет это слово не подходит сюда это же не пластичная еще пока масса так а вот что касается воды ну во первых воды должно быть как минимум начальная фаза в половину меньше чем то что здесь было взято есть меня было взято по половинке этой жульенки значит четверть жульенки на настолько воды но воду я предлагаю с каким-то цветом какой вам нравится и украсить для этого нам понадобится любая либо кисточка любого размера ребят но тоненькая только тяжеловато она долго маленькая вот мне колючка какая-то есть небольшая в камеру переведу вот у меня такая небольшая кисточка есть и какой-то цвет который вам любопытен ребят любой цвет абсолютно любой вы сейчас этот опыт сделайте а вам потом будет проще если что сделать самые разные другие цвета я наверное сделаю бордо у меня бордо просто очень много скопилось в том числе но и он такой в холодное время года он как-то приятен стал мне вдруг выдавить его сколько можно выдавить это акрил у меня акрил можно акварель использовать можно гуаш использовать что у вас есть ребят но единственно что с гуаши чуть попроще если она у вас не засохла совсем конечно акварельку надо немножко размочить и вот эту водичку сделать цветной а вот сколько смотрите от этого сколько зависит как это будет плотненько у вас потом в муке отражаться вот я взял сейчас так скажем колбаску сантиметра два два сантиметра полбасочка ты вот этого бордо у меня в этой воде равномерненько я сейчас ее размешиваю ну и кстати если кто будет акриловые краски использовать считайте вы сейчас делаете очень сильный мощный классный пластификатор для ваших изделий они будут еще более крепкие очень даже крепкие единственное что здесь надо будет проконтролировать про себя для себя чтобы у вас здесь комочков не было вот это уж будьте пожалуйста внимательно почему я рекомендую из какой-то венчик кисточке лучше покрупнее какой-то тоненькой точно будут комочки можно конечно через какую-то цедилку это пропустить какой-нибудь если есть ненужная какая-нибудь там ситечка какой-нибудь для чая же отжившие свой век можно конечно прогнать через ситечка через какую-то сеточку какой-то ткани но это все хлопотные и лишние заботы лучше так аккуратненько внимательно это все перемешать перемешать вот такой будет меня цвет но помните ребят по большому счету вы знаете что все краски когда смешивать друг с другом получаются другие оттенки вот представьте себе что ваша мука это белая краска вот эта смесь белая плюс вот это уже такого цвета не будет насыщенного будет другой что-то ближе к розовому вот туда куда то если брать такой вариант если вы брали коричневую краску будет кремовый такой цвет какао с молоком кто брал синюю или зеленую тоже будет чуть посветлее оттеночек ну конечно концентрация играет роль если взяли немножко акварельки сюда три капельки будет нежный 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 такой пастельный салатовый тон есть такие салаты есть ну и дальше точно так же все все остальное точно так же ребят лучше понемножку наливайте воду половину того что вы сделали лучше сделайте лучше пусть будут такие комочки а потом вы будете уже их потихонечку модернизировать чем хорош такой способ окраски его главный плюс что то объем пластической массы которые вы так окрашиваете он точно будет однородный главное что там комочки вот эти вот краски не попали но они обычно на дно садятся поэтому донышко можно там уже осторожненько не наливать пигмента довольно тяжелые в красочках поэтому они в жидком растворе не сразу садятся на дно уже появляется такой розоватый тон комочки уже появились сейчас эти комочки начинаю объединять очередными порцаечками добавочными тоже не спешите сразу жампать руками ребят и кстати в идеале масса не должна вот можно и тут довести до такого момента что она не должна не прилипать к рукам и не должна уже собственно говоря и при цвет цветом этим окрашивать ваши руки свет в берет как раз себя соль и мука они вберут себя мука образует клейковину а соль образует удивительный такой эффект с водой когда она растворяется она вроде как становится такой соленой водой можно такое назвать это соленая вода когда высыхает она превращает соль в кристаллы и эти кристаллы пронзают клейковину своими вот этими ну назовем так кристаллическими решетками образуется каркас жесткости на этом основана как раз вот эта вот уникальность этого материала то что соль армирует как будто бы вот всю клейковинную массу муки вот и различные термические способы приготовления этой массы там еще интереснее это конечно все вот но термические ребята это сложновато немножко для первого раза поэтому я их не ввожу сюда в наш материал это требует некоторого же опыта вот сейчас я все сминаю же тут внутри вот и собственно она она и не прилипает и не окрашивает в кран но и в частности даже если немножко что-то и окрасит вы это легко потом все смоете тоже нет никакого такого момента сложного и потихоньку наращивать и накатывайте все остатки сухих частичек на то что влажненькая перекидывайте пережамкивайте перехватывайте акриловая добавка конечно лучше чем акварельная и гуашевая по крайней мере эти смеси уже потом становятся более крепкими но в целом ребят тоже забегая немножечко вперед главный противник этих изделий вода все равно потому что соль растворяется от воды и мука тоже размягчается от воды поэтому вода конечно это то что способна повредить эти вещи довольно существенно но и в то же время соответственно получается и задача основная тех кто изготовил эти изделия защитить их от воды способов как всегда масса различные способы пропиток лакировок в парафине в воске расплавленном кому интересно эти такие штучки ну лакировка наверное самая такая доступная форма потихонечку все вот он он особо не пачкает ну да легкий окрас дал пальчиком такой слегка розоват но не сильный скажем так если бы я контактировал впрямую с этой краской было бы почковитие и точно так же ребят складываем в рулончики какие-то складываем в несколько раз пережамкали пережамкали сложили вот теперь мы сделали заготовочки наших масс для нашей дальнейшей работы пока все это уберу штучки нам может еще понадобиться водичка ребят такая кисточка тоненькая для склейки детали если у вас будут таковые моменты появляться если захочется что-то склеить между собой то здесь тоже происходит склейка очень простенько несложно но для этого нужно водиться и кисточка тоненькая любой номер там 2 3 4 5 6 большой разницы нет лишь бы это была палочка с вас волосками и вода там две капельки хватит воды ну вот собственно говоря все все массы готовы и вот в этом месте ребята я предлагаю вам сейчас сделать одну из операций тоже очень важно обязательно эту операцию делайте перед лепкой надо помыть руки поэтому сейчас сделаем небольшую паузу буквально две-три минутки я очень вам рекомендую после замеса этих масс руки ополоснуть сейчас я тоже убегу пока и и и и и и и смысл ополаскивания именно заключается в том чтобы частички вашей вот этой тестовой массы не попадали в ваше изделие они то совсем другой плотности они совсем другие поэтому чистыми руками будем дальше же делать залепки всякие вот еще у нас маша подошла вот так что вот у нас теперь есть три комочка один комочек самый маленький мы с вами сделали более плотный он более тугенький второй такой средненькой плотности и средненькая плотность мы где-то так приблизительно предполагаю он у нас с вами окрашенный внутри комочка мы с вами изготовили теперь у нас есть замесы массы мария добрый вечер всему твоему семейству и тебе я купаю сейчас детей хотя бы посмотрю немножко получится по-английски извините вот сколько получится хорошо в записи потом если что да 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 я всех прям хотел хотя бы немножко твой голос живым услышать хорошо давайте так ребят ну вот массы все есть здесь она немножко на нас обожду чуть-чуть догоняйте если я делал то немножко шустрее по привычке наверное кто-то еще не успел до конца все сделать поэтому догоняйте я пока немножко пробегусь потому что мы сперва сделаем маша привет маша детей купает привет 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 тихо 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 вот сюда вот камни поближе давай покажу тут гала хотела бусинку показать если кто-то знает камень чироид то то его модель сейчас как раз я показываю модель чироид это тесто но сейчас немножко у нас другое до теста вот но принцип да возможности очень большие у этого материала ну да это ничего такого страшного просто там будут соответственно маленькие такие сверкающие кристаллики ну будут и будут что делать хотя кристаллы сохраняться они точнее родятся как только вот начнется высыхать все кристаллики снова будут кристаллизироваться процесс роста дендрита в соли начнется после высыхания единственное только от мелкого помола она более мелкая вот здесь у меня текстура в принципе здесь я не сильно брал помол сейчас попробую настроить вот видите пористость такая ребят вот эта пористость как раз именно от соли кристалликов соли которые были покрупнее немножечко когда я взял соли более еще более мелкого помола там вот таких не было пор немножко фиалков да спасли до того как мы ударили морозы росли дикие но они снова сейчас появятся феврале или даже в январе так ребят начнем я сейчас вкратце расскажу что мы будем делать ну начнем с того что лучшее знакомство материалы это что называется сделать простейшие фигуры еще это называется словом примитивы примитивы это именно простейшие фигуры которые ну скажем так вводят нас в знание и в чувствование данного материала это полезно конечно для тех кто первый раз вообще с этим связался с этим материалом примитивыми является блинок ну типа печенька такая какие-то сферки полусферки там четверть сверки треть сверки всевозможные они хороши впоследствии как именно то что я назвал слово подъелочные игрушки потому что них у всех можно сформировать площадочку плоскую на том месте на которым она будет контактировать на во время сушки и на этих площадочках оставаясь как бы они довольно таки хорошо лежат хорошо расправляются на их очень легко потом окрашивать можно их декупажить спокойненько тоже они довольно хорошо это ощущают но перед окраской декупажем я бы наверное все таки советовал бы они легонечко пройти шкурочкой чуть-чуть чтобы они стали более гладен пилка для ногтей конечно тоже могла бы подойти на жалко скорее всего она будет утрачена забьет тесто эту пилку и все вот в этом плане напильник можно почистить шкурки можно заменить поэтому здесь как бы есть смысл такой хотя вот здесь вот это золочение я делал без всяких ошкуривание сразу даже даже не выкрашивал белый цвет она уже светленькая поэтому здесь как бы золотка в центре по бокам бронзовая подсветочка такой как бы золотой пирожок ну или золотой слиток маленький древний тоже можно похулиганить и так начнем с примитивов ребят начнем знаете с какого вот не тот который твердый твердый пока побережем вот это который средненький наш кулечки объект конечно если честно говоря так ребят очень было бы здорово любые подобные массы которые мы с вами сделали выдержит но хотя бы часок хотя бы часок чтобы они вас по присутствовали где-нибудь там ну вообще некоторые в холодильник рекомендуют класть ну вот чтобы она немножко там произошло как бы растворение соли побольше из-за влаги в пакетике это происходит процесс дальше вот давайте попробуем сейчас сделать именно сферку вот попробуйте слепить из вашей основной массы самой крупной сферу можно таким стандартным способом покручиванием вот осторожненько поймайте вот этот момент когда вот вам где-то приблизительно с грецкий орех я вам предлагаю сделать такой вот сфероид вот когда общая масса будет какая-то там волчок у вас может появиться что-то еще подобное из второй вторая тверденько пока оставим мы тверденько с ней похулиганим другие вещи вот здесь а в холодильник зачем класть я пропустила чтобы она там полежала немножко и произошло дополнительное растворение соли с той влагой на которой замешана вот эта вся наша масса влага поглощает соль соль начинает становиться мельче те даже крупные комочки они тоже немножко слегка слегка измельчаются но и просаливание лучше а соответственно и армирование кристаллами соли клейковины когда будет высыхать будет шибче и лучше она будет более крепкая ага то есть вот следующим курсом лучше заранее про холодить да все ну я бы предложил какой-то комочек бы приготовить такой вот чтобы он уже был заготовленный это было бы лучше да но и мы все равно будем делать так что мы сделаем какой-то шаг а потом сделаем заготовки на следующие занятия чтобы они нас пролежали уже как минимум целые сутки получается сам сразу разница будет видна ребят когда вы поработаете с материалом который вас проваляется немножко так вот в пакетике ну хотя бы не меньше часа лучше больше конечно то увидите разницу тут же это сразу видно вот аккуратненько формируем вот эту вот сферочку можно треть сферочку то что сейчас я делаю не даже без четверти сферка у меня получается вот одна четверть ушла на донышко такое плоское вот аккуратненько аккуратненько формируем формируем если какая-то трещинка там ну или не трещинка вот складочка здесь у меня есть такая ярко выраженная складочка где тесто саяс когда круга круга наводил она как бы такой вот немножко вот есть что с этим можно сделать немножко пальчик увлажнить капельку с пальчик сбросить обо что-нибудь слегка слегка вот это местечко увлажните чуть-чуть немножечко потрите чем-то похоже мы в глине делали такие вещи но здесь не надо сильно это увлекаться только увлажнить после этого пальчики где-нибудь вытереть об тряпочку и уже аккуратненько это место захлопать аккуратненько формирует этот местечко у вас исчезнет эта складочка она как бы приклеиться ну и вообще с принцип приклейки вот в этом материале вам надо будет намочить местечко того что вы приклеиваете и к чему вы приклеите вот в этом месте тоже надо будет легонечко намочить немного совсем такой даже чтобы не капли текла там большая просто чтобы важненько было все влага на влагу клейковина слепается ну а соль потом в общем каркасе это все пропитывает своими кристаллами, микрокристаллами. Конечно, они здесь мелкие. Итак, вот полусферочка. Аккуратненько ее надо положить, ребят, на что? Положите на стекло. Есть риск, что вы потом это будете, когда освобождать, она у вас может сломаться даже. Как вариант, пока временно можно положить на клееночку. Ее легко потом отделить будет. Она сверху начнет немножечко у вас подсыхать. Уже, в принципе, за наше занятие начнет подсыхаться вот здесь корочка сверху. Но можно положить на какую-то картоночку. Это был бы идеал. Рекомендуют, конечно, все, кто работает с этим материалом, сеточки. Чем-то похожи даже, как и на глине. Сеточки вот можно такие вот для сыра. У меня вот есть сеточка такая вот. Можно на ней вот это вот положить. На ней будет подсыхать. И донышко тоже, потому что там воздух проходит. Сеточку можно сделать из какой-то ткани грубой. Можно ее как бы взять такую. Картон ДВП. Так называемый ДВП. Он же арголит. Вот тот, который имеет на задней стороне вот такую вот текстуру. Это вот передняя сторона, а вот задняя сторона. Вот такая текстура. Тоже хорошая подставка для того, чтобы это все подсыхало. То есть можно и вот на таких тоже моментах оставлять вот эти предметы подсыхать. Сохнут вот такие вещи, конечно, большущие, долго. Но снаружи они у вас подсохнут уже к завтрашнему дню. Снаружи они уже будут сухенькие. Вот таких предметов я предлагаю сейчас сделать штучки 3. Вот маленькие тоже рекомендую попробовать. Ребята, это тоже хороший опыт. Причем маленькие предлагаю вам соединить как раз два шарика небольших. Мы такие упражнения делали тоже на глине, чтобы вот именно у вас было чувство, как это происходит, как это объединяется между собой. Один предмет. Вот если у вас нет желания пока его сушить, есть смысл тоже, ребят, складывать их в целлофановые полечки, потому что у вас в целлофане или на целлофан, они меньше будут у вас высыхать, даже обветриваясь вашим теплым помещением, в котором вы это делаете. Вот и второй делаю, например, элемент. И вот здесь я как раз вам хотел бы показать сварка. Я это называю прием сварка. И в глине точно так же я слово такое применяю. Но сварка в глине отличается довольно-таки серьезно. Здесь сварка другая, совсем другая. Именно с помощью кисточки, но не мокрой, а влажной. Мокрая, когда вы ее поместили в воду, после этого на ней такая капля большущая. Ребята, это мокрая кисть. Надо сбросить каплю об тряпочку или об салфеточку, и уже такой влажной кисточкой намочить место, которое будет склеиваться, с тем местом, которое будет приклеиваться. Обе поверхности, которые коснутся друг друга, должны быть сыренькие. Вот они будут у вас светиться на оцветах, их коснулись, немножечко их так чуть-чуть подсоединили друг к дружку. Вот и все. А дальше надо их в таком состоянии покоя куда-то положить. Они уже так вот, молекулка такая останется. Молекула водорода. Обзовем это молекулой водорода. Чем хороши вот эти вот всякие разные сферические формы, ребят? Помимо того, что вы знакомитесь с материалом и ощущаете, вы начинаете чуть больше, их очень легко и просто раскрашивать. Их очень легко можно делать, декорировать самые разнообразные предметы. Можно просто такие сделать, разные орнаменты, узоры. Красками можно это сделать. Можно сделать это какими-то палочками с помощью красок, любыми палочками. Укидать просто их разными красивыми такими элементами. Это уже такой момент щекотливый и очень личный. Вот. Сейчас давайте более предметно подойдем к одному моменту. Я вам сейчас предлагаю сделать такой более плоский элемент. Тоже уже приплюснутый, скажем так. Ну, если в мире камней, это называется кабошон. Но у нас будет только форма кабошона пока. Такой крупненький кабошон. Это такая вот именно овальная. Бывает яйцеобразная форма, бывает просто какой-то овальный объект. Выпуклый такой, полусферический немножко. Полусферка овалоидная. Постарайтесь сделать ее максимально ровненькой. Возможно, там у вас будут всякие заминочки от пальчиков, какие-то складочки тоже. Вот попробуйте это все ухлопать. Ухлопывайте осторожненько подушечкой. В основном большая часть здесь главного воздействия на этот материал это похлопывание, проминование. То есть больше как бы элемент тычка. Здесь он самый главный, тычок. Воздействие с материей у нас с вами обычно производится либо тычком, либо мазком. Мазок – это когда мы гладим объект. Вот по глине, по пластилину мы часто делали движение глажения. Тут глажение, конечно, немножко может быть допустимо, но оно не дает сейчас такого результата, который бы хотелось достичь. И очень часто, когда вы гладите, поначалу все хорошо, а потом под вашими пальчиками начинает подсыхать верхний слой, и вот тут начинаются всякие такие нюансы. Если поймаете момент, когда начнется происходить разрушение верхнего слоя, то все будет хорошо. Можно использовать глажение. Глажение как раз хороший элемент. Делать более гармонические такие кривые, более красивые дуги, плавные, обтекаемые. Да, это подходит. Но очень хорошо вначале сначала тоже такую сделать прохлопочку небольшую, чтобы ваша форма уже была готова к такой легкой глажению, полировочке. И тоже аккуратненько это куда-нибудь укладывайте потом на эту плоскость. Имейте в виду, ребят, есть еще один минус, который я хотел бы сейчас рассказать. Наверное, даже сейчас могу даже его продемонстрировать чуть-чуть. Сейчас попробую. Вот у этого материала есть некая текущесть. Нет, не видно, не получится мне это продемонстрировать. Но это вот на крупных объектах хорошо очень видно. Вы сделали, например, полусферку. Даже не полусферку, а без четверти сферку, например, то, что я предлагал. Положили ее. И вот в какой-то момент вы подходите и смоете, что-то как-то у вас было без четверти, а стало без третьей части уже. То есть она немножко начинает опускаться чуть-чуть, немножко растекаться. Особенно если очень тесто мягенькое такое сделано, это вполне возможный такой процесс. Если это какие-то подобные фигурки, даже хорошо. Она будет более гармонична, она примет более красивую такую каплевидную формочку, такую увеличенной гиперросинки. А если это будет какая-то статуэточка, это будет не очень хорошо. Это уже будет так вот, не сказать, так маленькая досада. Так, ну вот я оставил такой вот элементик тоже, вот кабошончик назову его, элемент кабошончика. Тоже предлагаю вам его сделать. Он очень красиво смотрится. Конечно, здорово, когда их около десятка. Они все очень пестрые, красивые, и все они занимают какую-то территорию на той же подъелочной зоне или где-нибудь на том же столе. Это уже момент такие личностные. Ну, сейчас я вам предлагаю сделать еще один элемент. Ну, нам понадобится что-то похожее на скалочку, либо цилиндрический предмет, чтобы можно было прокатить наш материал, чтобы он у вас стал более плоский. Можно взять стакан гладкий. Можно взять стакан, конечно, рифленый. Рельеф, конечно, отпечатается, но пока давайте отпечаточки оставим чуть попозже. А пока просто скалку. Любую скалочку, даже обычную аналоговую простенькую скалку можно использовать. Бутылочку можно использовать, стаканчик можно использовать. Можно вот у меня тут лакончик от перекиси лежал. Можешь даже им это сделать, потому что мы небольшое количество будем использовать. Это будет небольшой блин, скажем, там, чтобы сделать пельмешки или какие-то вареники. Здесь гораздо меньше территория. Ну, а все остальное, ребят, что касается познаний ваших с мукою, все то же самое. Хотите, чтобы это не прилипло, смажьте и инструмент, и поверхность немножко тоненькой щепоткой муки. Иначе прилипнет. Ну, я думаю, все помните, как это работает. Вот поэтому здесь все то же самое абсолютно, как в хозяйстве. И тоже предлагаю пока использовать жидкий вариант. Ну, в смысле, нашу, вторую наш замес. Первый замес пусть лежит. Первый замес мы пока трогать не будем. Немножко тоже где-то грецкий орех я вам предлагаю взять. Сформируйте с него какой-нибудь такой вот предмет, ну, похожий на грецкий орех, кстати. Такой приплюснутый овальчик. Мы не будем его сильно пластать, мы не будем делать его тоненьким. Наоборот, даже толстеньким надо будет его сделать. Это будет именно такая толстая пластиночка. Вот, и на смазанной мукой. Можно сам предмет немножко тоже так слегка-слегка обтереть мукой, чтобы он был более такой на поверхности, ну, не липучий, скажем так. Положили его на основу, на которой вы работаете. И каким-нибудь круглым предметом. Я со скалкой погорячился, мне эта скалочка не получится использовать, к сожалению. У меня места не так много. Вот я баночку использую. Чтобы у вас была такая толстая пластинка, приблизительно одного размера, ребят, где-то сантиметр. Ну, 8 миллиметров сантиметр. Такая вот пластиночка. Если вы все сделали правильно, она у вас легко отойдет. Интересно. Вот мне... У меня кристаллики соли там, оказывается, переливчатость начинают играть. Я думал, перемололось хорошо. Местами играет солька. Вот у вас будет такой предмет, приплюснутый. Теперь с ним можно будет повзамодействовать еще с некоторыми нюансиками, ребят. Здесь можно использовать, кстати, тоже, если у вас найдется, любой ровный предмет. Это может быть коробочка, линейка, какая-то плоскость именно... Ну, наверное, линейка самая простоя, что можно найти. Можно нож столовый, кстати, взять. Шпатель нашел ближе всех, оказался у меня, ребят. Ну, вот с боков я вам предлагаю сейчас сделать небольшую такую прихлопочку с одного бока, с другого бока потихонечку как бы так прихлопывая, прихлопывая, формируем такой вытянутый объект, скажем так, более пряменький. У него будут, соответственно, такие за счет этой прихлопочки и стороны более гладенькие. Вот я его вытянул чуть-чуть. Он, соответственно, немножечко вот при такой окучивании такой вот местами некоторыми даже утолщился. Сейчас я снова его прокачу чуть-чуть. Не сильно, ребят, не сильно, чтобы где-то так вот, ну, миллиметров 8 хотя бы была толщина вот эта вот у нас. И снова точно так же поприхлопывать, предлагаю вам. С двух сторон. А вот дальше вот эти круги, любой предмет, даже коробка это способна делать, коробочка какой-то, от какого-то, от микстурки какой-нибудь, коробочек с гладкими своими краями. Даже спичный коробок это способен сделать. Вот, закругляю немножко вот эти вот все бока, то есть вот теперь предметик такой становится ровненький, такой весь из себя. Можно его еще раскатануть чуть-чуть, чтобы он в длину у вас увеличивался чуть-чуть. Все длиннее, чуть-чуть длиннее. Потом снова прикучили, прикучили, прикучили. Вот он еще длиннее стал, но не спеша. Если это сделать резко, могут возникнуть всевозможные поверхностные натяжения трещины. Поэтому здесь я избегаю делать резко. Вот нам эти поверхностные трещины, они бывают даже не видны, ребят, глазом. Скажем так, когда мы делаем это для других целей, там тех же каких-то пельмешков, там если не добавлено яйцо или что-то еще подобное, пластификатор какой-то, то в общем-то их не бывает, а если этого нет, то они могут быть, но их не видно. Нам почему это будет нужно, сейчас скоро вы видите. Мы сейчас из этого всего. Последний раз я это делаю еще разочек. Вытянулся, он уже почти что сантиметров 7-8. И вот теперь я вам предлагаю аккуратненько загнуть эту фигурку в кольцо. Но в кольцо такое вот, именно чтобы вот эти две полукруглые части коснулись немножко вот так чуть-чуть себя друг друга, и все. Вот что кольцом я имел в виду, это вот такая вот фигурка. И в таком виде я вам предлагаю тоже поставить куда-то уже сушиться. Вещь довольно практичная. Наверняка, наверное, вы применение такому кольцу видели. Ну, у меня разновидность кольца вот такая, затекстуренная. Это кольцо, которое я отпечатал на вот этой вот салфетке, которая у меня внизу в основе лежит, зелененькая. Прогнал по ней, и отпечатались вот такие вот текстуры. Наше колечко пока без всяких элементов. Оно просто у нас вот такое вот загнутое. Для салфеток. Любые салфеточки здесь очень хорошо будут смотреться. Она довольно-таки крепкая, это колечко. Вот когда оно уже подсохнет у вас, ребята, оно будет очень крепкое. Но вот здесь я его просто надрезал, и все. А тут мы это прихлопывали, и вот даже сейчас видно, что вот тут у меня пористая структура, а тут она гладенькая. Именно из-за прихлопки. Вот когда делаешь прихлопочку такую, оно прям такое аккуратненькое, полированненькое получается. вот, ну, к примеру, так я не знаю, на всякий случай, вот салфеток вообще очень много разных типов есть, как в это кольцо уложить салфеточку. Есть и бантиком, есть и просто так вот. Вот, ну, такой вот элемент тоже простой, оригинальненький и практичненький. Для салфетиц каких-нибудь. Будем считать, что это целлофановый кулечик, а у меня салфетица какая-то. Вот можно их разложить так бантиком каким-нибудь. Вот, можно бантики с хвостиками использовать. Ну, много вариантов, вот как вот в это колечко сервируются столы, очень элегантно получается. А тут получается очень так вот, можно в одном стиле сделать сразу на целый набор каких-то таких вот элементов, аксессуар праздничного стола. Конечно, их можно расписать под цвет будущих ваших салфеток, которые будут присутствовать в этом вашем месте. Можно их докупировать теми салфетками, которые будут у вас присутствовать на столе опять же. То есть в одном стиле все сделают и салфетку, и это кольцо. Тоже очень несложно. Ну, аккуратненько, ребята, его надо будет точно так же положить на что-то. Оно при сушке может чуть-чуть немножечко деформироваться, но с другой стороны, вот здесь как раз про сушку начнем разговор. Если через каждые, например, 2 часа, полтора часа, там можно посмотреть, менять позицию, на одной стороне полежал, через час, например, на другой стороне. И вот так вот периодически меняя, поставить на телефончик таймер, это надо будет делать только несколько первых часов. После этого деформации уже не будет. На каком бы оно месте ни стояло, оно уже все. Чтобы влага уже не было эффекта стекания этого материала. Ну и, конечно, вот смотрите, здесь у меня текстура такой вот как бы сеточки, вот этой картонки. Если поставить ее на такую текстуру, она, конечно, может печататься. Если у вас это не входит в планы, то лучше положить гладенькую бумажку, но пористую. Если бумажка будет очень гладкая, чересчур, она, конечно, немножко прилипнет. Хотя она легко потом убирается с другой стороны. Вот это все был небольшой экскурс в некоторые свойства, ребят, нашего материала. И теперь уже я предлагаю, скажем так, поиграть нашим материальчиком дальше. Скажем так, похулиганить. Вы у меня видите, здесь на столе разные предметы лежат. Какие-то уже знакомые, какие-то не очень. Ну вот я вам предлагаю сейчас, ребят, знаете, с чего начнем? Символический такой элемент, символический аксессуар. Все равно заканчивается наш 2021. Вот, и я вам сейчас предлагаю сделать такой маленький микро-ритуальный объект. Такой красивый, простой элемент. Называется веник. Веник – такая вещь, которая выметает лишнее, ненужное. Кто делал у нас картину с домовым, на нашем курсе домового, можно для домового такой веничек подарить. Тоже будет очень хорошо и полезно ему такой подарок вручить. Принцип веника очень простой. Это какая-то фигурка. Кстати, вот у меня этот шпатель мой любимый. Похожий на шпатель. Да, вот это такая вот ручечка. И здесь как-то пошло расхождение всех наших вот этих вот, скажем так, ворсинок нашего будущего такого веничка. И текстуру веника я вам предлагаю нанести с помощью зубочистки или какой-нибудь палочки. Если у вас найдется что-нибудь, любая палочка, может быть, бамбуковая палочка, зубочистка подойдет. Опять же, металлическая линейка наша вездесущая. Тоже пригодится в крайнем случае ножичек. Любой ножичек. Можно даже столовый, но лучше какой-нибудь малюсенький ножичек, чтобы у вас был маленький, который можно как раз делать текстурки. В том числе и врезание нам пригодится делать более аккуратное с помощью ножичка, нежели с помощью какого-то элемента типа зубочистка. Зубочистка не так аккуратно режет, но текстура у нее красивая. А начало точно такое же. И вот здесь нам нужна будет тугая наша, наш первый замес, более тугенький. Вот давайте его сейчас возьмем. Я рекомендую его еще разочек перемять, ребят. Он у нас уже пролежал некоторое время. Вот, перемните его хотя бы три раза. Можно вот такую сделать переминку. Давайте еще раз одну покажу. Я делаю сейчас из него блинок пальчиками. Пальчиками так вот прям все. Можно по всем пальчикам помять большим пальцем. И по мизинцам помять. И по безымянным, и по долговязкам, и по указательным. Пожамкать, пожамкать. Потом сложили раз, два, если получится, три раза сложили. Скомкали. И снова блинчик с указательным пальчиком, с безымянным пальчиком, с долговязиком и с мизинчиками. Ну, чтобы сразу заодно и пальчики проработать. Это полезно и для каналов пальцевых. И так далее. Блинчик получился раз, два, три. И шарик превратили приблизительно в такой комочек снова. Вот три раза так вот я предлагаю вам сделать. Снова указательные пальчики. Смотри, а что если вот этот вот оказался первый, такой же примерно, как второй? Ну, смотрите, ребят, можно его сделать более тугеньким. Тугенькое тесто, кто не знает, делается следующим образом. У вас мука свеженькая бросается вот сюда, повтирали чуть-чуть, на другой стороне повтирали. Ну, немножко пропорция, если там чуть-чуть изменится на такое небольшое количество, это не критично. Вот. И вот теперь перемяли. Вот оно у вас сейчас будет более туговым становиться. Вы в него добавили больший процент сухой муки, она вбирает в себя влагу, вы увидите. Пищневатость, ребят, которая появится при этом, заминаем ее. Надо просто перемен сделать еще три раза, и все. И этот вопрос закрывается. Вот. Есть такой вот называется, как это, не знаю, назовем его это, черная дыра. У вас вот все в центр начинаете заминать. Тоже хороший такой перемен, только большие пальчики и все подряд. Вот. И все вот туда вовнутрь, 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 вовнутрь. Она из дни выходит снова вовнутрь. Такой, получается, даже, наверное, не черная дыра, а кварковая такая структура. Жиг-жиг-жиг-жиг-жиг. Такая торсионочка. Вот все туда-туда-туда. Очень быстро переменится. Давай сюда. Сюда, поди. Сюда, поди. Вот. Она будет более тугенькая, ребят. Из нее тоже предлагаю сделать блин. Но такой уже немножко треугольной формы, чуть-чуть, слегка. Такой вот блинок, треуголистый. Из которой надо будет вырезать впоследствии веничек. Система веничка. Система веника. Вот. Смазываем снова площадочку. Снова берем скалочку какую-то нашу, которой вы работали. Смазываем саму вот эту вот тоже детальку, чтобы не прилипало к скалке. Если необходимо, можно и скалку смазать. Но если вы смазали уже вашу детальку, скалка не обязательно, чтобы смазалась. И прокатили разок. Чтобы была такая более аккуратная, красивая толщина, общая единая такая. Проверьте, чтобы она такая вся была аккуратненькая. Тоже толщину рекомендую. Ну, не меньше семи сантиметров этих миллиметров. Можно, в принципе, делать до семи миллиметров. Так вот ее чуть-чуть побольше веничек будет. Вот такой вот будущий веничек. И фигурку, которую я вам предлагаю сейчас здесь использовать, тоже очень простая. Сейчас я вам ее покажу. Это, значит, ручка нашего веника. Сейчас я попробую акварельным карандашиком сделать. Вот это будет ручка. Вот потом она начинает расходиться в сторону уже нашим этим ворсом веника. Вот такая структурка. Вот здесь подрежем ее. Вот. Все очень просто. Либо с помощью ножика, ребят, прям убираем все эти лишние детальки. Их потом в переминку, в пакетик. Все, что вы отрезаете, сразу же в пакетик складываем. Вот такая фигурка. Не сложная. Ну, здесь, наверное, так оставлю. Обыграем. Все. Вот это вот базовая заготовка. Все кусочки, какие остались, смяли и в пакетик. С другой стороны, ребят, нам это уже не пригодится, поэтому можно тут же из этих кусочков, что осталось, сделать какой-нибудь либо шарик, либо что-нибудь еще. Тоже так вот, в принципе, потому что мы там использовать будем уже цветные дальше элементы. Поэтому шарики всегда нужны. И, кстати, можно сделать даже крупный шарик из твердого материала. Можно делать шары, которые сильно не изменятся при высыхании. Вот как раз именно этот материал подходящий, чтобы делать фигурки, которые будут лежать и сохнуть. Конечно, чуть дольше, чем все остальное вместе взятое, что называется. Ну, по крайней мере, пусть они у вас затвердевают два дня, но зато они уже свою форму оставят, какая она у вас есть. Конечно, есть способы сушки горячей, но не больше 40-50 градусов. 50 градусов или 40 градусов – это все выше порог, выше нельзя. И то ненадолго. Положили в такую, например, духовочку или на батарею, убрали через полчасика, пусть снова в естественных ваших комнатных условиях сохнет. Также не рекомендовано использовать фен и термопистолет, но строительный фен. Они тоже способны сделать резкое высыхание верхней корочки, а внутри-то сыра остается. Ваша верхняя корочка, слишком интенсивно высыхая, закупоривает клейковины и выход влаги изнутри. Так-то она постепенно плавненько покидает вашу конструкцию, а тут вы и закрыли выход быстрым процессом высыхания. Ну и, конечно, сушить в печечках, в каких-то духовочках рекомендуется. Я бы советовал на второй день. На второй день это уже будет безопасно абсолютно. На первый день не надо. Пока она вот такая, пусть она затвердевает снаружи естественным образом. Возвращаемся к венечку, ребят. Можно сейчас скруглить немножко ручку, чтобы она была такая скруглененькая. Даже слегка так приподнять и вот с этой стороны тоже скруглить. Все по хлопываниям, прихлопываниям. Если чувствуете, что подсохла ваша вот эта вот масса, можно слегка увлажненными пальчиками все это делать. Но пальчики не мокрые, а увлажненные, ребят. Это значит, вы их намочили и обо что-то обтерли. Либо об губочку, либо об тряпочку. Вот аккуратненько. Но в принципе, если так прихлопывать, 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 вы обнаружите. Вот когда похлопываешь по какому-то месту шершавенькому, оно более гладким становится от прихлопов. Довольно-таки хорошо. Такой материал, быстро применяющий правила наковальни. Как металл где-то даже чем-то похож. Как металл молотком тук-тук-тук-тук-тук, и он так быстренько уступает место, становится более такой пластичный, податливый. Вот такая вот система, ребят. Заготовка готова. Сейчас мы эту заготовку начнем особым образом готовить дальше. Здесь я вас подожду. Вот, ну, чем вы будете его расписывать, вам надо будет уже для себя тоже придумать. Итак, ребят, можно опять-таки острие немножечко, можно использовать острие бамбуковой палочки, зубочистка в том числе, либо шашлычный вариант. Можно использовать тоненькая отверточка, если у кого-то есть тоненькая отверточка любого типа. Можно использовать шило, если у кого-то поблизости шило есть. Все инструменты подходят для того, чтобы делать текстуру. Столовый нож тоже подойдет. Если у вас есть столовый нож поблизости, тоже он может подойти прекрасно. вот и вот как раз вот любым инструментом я предлагаю сделать перетяжечки первые перетяжечки но давайте со смыслом небольшим ребят вот перетяжечка которая самая такие вот касается вот у вас самого начала где где начинается уже треугольник наших ворсиночек давайте это перетяжечка у нас будет ниточка такая своеобразная там где ниточка даже кстати можно потом какую-то цветную ниточку здесь навязать вот в эту борозочку завязать это нас будет перетяжечка от всех соринок связанных как раз с физическими нашими проявлениями в том числе таксины ненужные какие-то контакты какие-то ненужные в общем ненужности которые нам не надо в новом году вот эта перетяжечка будет связана с этим элементом добавим немножко символизма всегда полезно средняя перетяжечка вот здесь это та перетяжечка которая нам тоже вот как бы этим венечком позволяет выбросить все ненужное для наших эмоций вот наш мир эмоциональный душевный можно его назвать чувственный вот все наши чувства ненужные чувства ненужные неконструктивные какие-то эмоции вот не ну не нужны они в новом году символически давайте тоже вот эту перетяжечку для них и самая верхняя перетяжечка самая сложная всяческие разные уже духовно-ментальные структуры чтобы у нас тоже были очищены наши мысли в том числе какие-то вот но духовные вряд ли требуют какую-то такого процесса это слишком высоко уже но возьмем хотя бы так вот ментальные именно мысли чтобы мысли тоже были в новом году чище если вам будет любопытно потом это изделие чтобы вас так вот висела на глазах на виду можно вот где-нибудь вот здесь как раз вот в этой перетяжечки но не в шарике который выше а вот лучше пониже чуть-чуть вот самой перетяжки сделать дырочку вашим острием ну той же зубочистки покрутить ее немножко и вытащить если у вас палочка бамбуковая шашлычного типа то когда сделать эту дырочку тупую взять палочку и теперь тупой палочкой туда вот тоже вкручивающими движениями покручивая опускаемся вниз и вытаскиваем также покручивая вот потом когда она немножко подсохнет с той стороны надо будет сделать то же самое но не но не сейчас сейчас пока не спешите вот нас будет вертикал очки в из-за горизонтали вот это у нас будет материальный мусор душевный мусор и ментальный мусор то есть все вот эти вот элементы вот мы захватываем все что нам не нужно пусть венчик выметит все что нужно оставит вот такая такой будет маленький присказ а теперь вот этим острием ребят можно от центра давайте сформируем намеки на вот эти вот ворсинки веника самого может это сделать с помощью линейки можно сделать с помощью ножика кстати наверно даже лучше будет потому что его острие даже столовину да наверно все-таки ребят ножичком красивее будет вот аккуратненько как бы так слегка слегка надрезываем но не прорезываем чуть потом пол пополовинка можно здесь дальше чуть ниже сделать текстура текстура веничка пусть выметает все ненужное ненужное нам это в новом году будет не нет смысла тащить дальше вот такая будет своеобразная печень уха который тоже можно подвесить как напоминалку дымовому вручить с таким легким смыслом чтобы больше даже вспомнили ребят она даже знаете для гигиена ума очень хорошо не нужно тащить лишние токсины не нужно тащить токсины эмоциональное не нужны токсины мыслительные то есть все так вот веничком почистили вот после этого ребят когда сделали вот эти ворсинки следующие ворсинки вот этого уровня как раз именно те ворсинки которые как раз через ворсиночки у нас остается самое необходимое как фильтр своеобразный такой самые лучшие чувства самые лучшие эмоции самые лучшие какие-то наши переживания телесные все вот это вот мы тоже укладываем и прекрасные мысли конструктивные мысли созидательные мысли которые творят новую реальность нового года в позитивном ключе даже если вокруг все будет труба вот даже вот такой момент рекомендую потихонечку готовить упрямо как барон минхаузен его самый верх как раз этот самый такой вот ментал самый тонкий элемент мысль вот наши таких три таких момента когда это изделие вас подсохнет я рекомендую его вот там взяли такими ниточками очень красиво быть если у вас какие то есть такие толстенькие ниточки суровенькие прям так перевязать можно с бантиками вот будет такая вот красивенькая система очищения простая вроде бы вещь а можно сделать со смыслом и смысл такой в принципе не хитрый очень такой любимый многими культурами нашей планеты потому что все об одном пропускать больше позитивных элементов и каким-то образом прекращать убирать негативный поток который притягивает ничего хорошего вот чтобы притягивать хорошее надо вымести излишнее просто подмести приборку сделать вот это будет ваш венчик приборки вот не пойдемте сейчас еще похулиганим чуть-чуть похулиганим ребят нам сейчас нужна будет цветная наша с ней мы сейчас займемся лепкой вот теперь можно полепить я вам предлагаю слепить несколько артефактов связанных с временем года артефакт 1 я пока вел перемену вот ребят вы пока там доделывайте венчик то венчик не доделал ольга был вопрос какой-то нет да как интересно в цветной больше видно кристаллики не похоже на попал он нечаянно не перемолотая где-то грецкий орех ребят я вот все буду в основном на грецком орехе показывать по размеру имеется тут надо вот будет где-то грецкий орех пережамкать его немножечко обязательно закрывайте пакетиком то что у вас осталось контакт с воздухом любой этой массы ребят любого количества даже совсем немножко лучше ограничивать максимально когда он у вас будет долго сохранять можно спокойненько его наготовить себе в холодильник поставить на всякий случай чтобы там как бы он был в такой легкой повышенной влажности холодильной вот и пускай он там у вас присутствует можно спокойно его там месяцами держать вот грецкий орех артефакты зимние обыкновенные первый артефакт ребят я формирую сейчас такую небольшую цилиндрическую структурку с приплющивая в верхний будущий край верхний а это продолжает дальше приплющивать приплющивать вытягивать немножечко вытягивать пальчиками так можно даже по прокаткой такой сделать немножечко прокатываю 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 теперь меня превращается такой как бы ну заготовка губной помады чем-то похоже кстати с моим бордо но а теперь аккуратненько загибаю вот эту нижнюю часть и формируем артефакт номер один артефакт зимы валеночек валеночек обыкновенный вот можно его по принципу пинеточки ребят представьте себе вот тут вот этот контакт с этим временем года у кого тем более снег есть нас сегодня утром тоже было немножко снега выпало хруст снега запахи снега вкус и снега вот по нему ходим и так поскрипывает вот как приятно валенках у кого бы был такой опыт ношения данного артефакта зимы вот валеночек это заготовка валеночка конечно же дальше этот валеночек ребят можно текстурить текстурировать вот что самое красивое конечно во всех этих лепных элементах ребят это текстуризация причем текстуризация может простейшая бывает посложнее конечно простейший заключается в том что вы той же палочкой например тоже зубочисткой покажите например зону подошвы обычным прокатыванием этой палочки в том месте где предполагается подошва у вас будет более угадываемый объект сразу же вот пусть он будет такой немножко как бы пинеточка образной чего вот а верхний ободочек тоже красив пяточку можно тоже так вот можно пяточку почему сделать найти каким оформлением вот таким вот как бы таким пах по постукиванием палочка какой-то например маленькой как бы такие стежки типа стежочки и формирую данный артефакт зимы я вам предлагаю ребят тоже вот сделать такой маленький посыл всему зимнему времени у нас время проходит четырьмя сезонами в других каких-то странах бывает и больше сезонов каких-то меньше сезонов но все равно это течение времени и вот в этой простой форме казалось бы ну что такое вот ну какой-то валеночек ну и ладно а тем не менее ребята вот в этом валенке пошлите благодарность времени и конкретно зимнему периоду периода зимы ваша благодарность потихонечку растет мы двигаемся во времени вот как раз мы двигаемся во времени один из если помните историю древнего мира еще в школе нашей пятом классе когда вот там показывали иероглиф идти там как раз было таких два таких тапочка два ботиночка это идти если один это была нога то 2 это идти множественное число идти вот двигаемся по времени вот с благодарностью пошлите вот этому времени зимы вот формирую такой вот элемент можно конечно разойтись потихонечку здесь какие-то сделать какие-то маленькие намеки на какие-то узоры орнаменты расписные валенки конечно изобиловали была даже такая особая мода интересная я видел как-то однажды выставку валенок это просто чудо чудное диво дивное можно как бы носочек так вот оформить тоже точечками ну что кто во что пойдет последствия можно дополнительно еще потом расписать будет если нечаянно заменить какие-то орнаменты их легко вернуть обратно ребят тоже там поглядывайте бывает надо пока делаешь на одной стороне на той стороне придавилась чуть-чуть это нормально для пластичности нашей этой материалы вот сушить его можно как на подошве так и на бачке но лучше все-таки на подошве ребят пусть лучше немножко приплюсниться и при этом будет вот такой тоже элемент интересный более такой пинеточка образный можно просверлить ему где-то вот здесь вот над верхней бороздочкой тоже но но именно просверлить имеется ввиду крутя крутя ваш инструмент прокалывания чтобы он вращался как во время входа так и выхода из этого валеночка и потом на обратной стороне вот у вас будет такие заусенчики тоже немножко прихлопать и теперь в ту сторону точно также вращая прокалывающий инструмент чтобы это можно было подвесить когда этот материал высохнет он очень легкий очень легко подвешивать вот такой момент валеночек и я предлагаю сделать еще второй артефакт ребят тоже интересный такой лучше на него сразу сделать два грецких небольших грецких орешка вот я предлагаю сделать еще один тоже символический элемент что сделано с неким таким посылом внутренним варежки простенькие варежки мы делаем просто приплюснутые такие вот два элемента сразу причем даже не важно будут они у вас похожи друг на друга я даже советую вам делать их разными пусть они будут разные главное красивые поинтереснее такой что мы сейчас придумаем вот варежечки пока без пальчика большого просто приплюснута такая вот системка а потом вот у меня получилось из 2 таких заготовочки а теперь прищипом я делаю прищип такой небольшой в основании там где не закругляются и делаю для большого пальчика такой вот выход типа лайк такой и теперь вот так легонечко загибают будет такая варежечка тоже ребят будем делать символично я очень вам рекомендую входить в любые произведения вашего творчества символизм потому что мы когда что-то делаем руками или рисуем или создаем какие-то скульптурные такие элементы даже простенькие все равно у нас хотим и того или нет подключаются наши чувства и эмоции и это прекрасный скандак топливный элемент для запуска позитивной волны здесь волна будет очень простая такая больше наверно для размышлений каких-то наших внутренних вот одна варежечка у вас будет там правая второе обязательно сделайте левую вот и что это варежечки у нас будут вами нести ребят очень простая информация в этих варежек у нас с вами будет зашифрована образно говоря символичным полагаю это гармония между двумя такими удивительными явлениями нашего мира брать и давать вот у вас варежка правая варежка левая рука дающая рука берущая назовем ее так вот брать давать это искусство которое мы тренируем всю нашу жизнь пока мы живем на этой планете умение грамотно и сбалансированно взять и отдать бывает что многие люди научатся хорошо отдавать многие люди учатся прекрасно брать это все здорово ребят но гармония возникает на серединке когда мы и берем и отдаем вот это самое чудо-чудо дива дивная она связана с любыми проявлениями наш нас в этом мире и финансовых и в материальных каких-то моментах отношениях и в душевных и в духовных каких-то сферах и в ментальных везде мы либо тянем на себя одеялку либо все до последней рубашки отдаем это часто очень особенно для людей русскоговорящих а вот балансу надо конечно тренироваться но баланс тем не менее возможен вот это как бы вот символ этих варежечек будет нас как раз брать давать на новый год это очень будет такой хороший вам намек вот можно такой намек как кому-то подарить тоже как как прекрасный намек вот желаю гармонии брать давать тоже можно сделать дырочки если это будет и подвешивать сверлящим таким движением ну и текстуру ребят можно сделать текстуру можно не делать текстуру варианта есть два в принципе оставить как есть это первый вариант второй вариант оставить как есть но потом красками другими уже красками даже в принципе можно одной белой например, расписать их, как говорится, во все узоры, какие угодно. Можно сделать текстуры. Я сейчас на текстуры отвлекаться не буду, но вот простенькие такие покажу вам. Вот такие текстурки. Тоже сделаны все этим ножиком и острием палочки бамбуковой. Здесь ничего сложного. Иногда я использую как текстуризатор линейку, ребят. Тоже хорошая текстурка. Давайте покажу, как линеечкой можно это сделать. Например, вот просто плоская сторона линеечки. Деревянная. Деревянная большая слишком, а вот эта металлическая, она, конечно, маленькая. Вот можно ей такие делать текстурки. Можно уголком делать и такие вот элементы. Но принцип все равно, ребят. Каждая перчаточка, неважно, одинаковая они или нет, главное, что правая и левая. Вот это вот будет символически брать, давать. Вот так вот. Простенько. С такими вот моментами, с такими вот посылками. Брать, давать. Искусство удивительное и прекрасное. Вот благодарность времени мы сделали. Венечек мы повыметали. Брать, давать мы не вспомнили. Так. О, ребят, давайте-ка сейчас сделаем еще одну вещь. Тоже очень хорошая. Там немножко, я надеюсь, у вас осталось цветной. Хотя бы половина горы этого, как называется, грецкого ореха. Ну, в любом случае, даже если там будет чуть меньше, ничего. Сколько есть, ребят, столько есть. Я вас попрошу сделать такой овальный треугольный элемент. Тоже очень простой такой овальный элемент. А вот дальше ему сейчас сделаем небольшие дополнения. Уже с помощью другого материала. Вот та, которая у нас с вами была пожиже. А у нас она только и осталась, в принципе. Я вам предлагаю сейчас сделать маленький горошек. Такой с небольшую смородинку. Или большую смородинку. Да, смородинку. В общем, вот смородинку. Вот я скатал шарик смородинки. И в три смородинки я вам предлагаю сделать такой маленький овальный. Сейчас покажу его. В три смородинки. Это по объему приблизительно я имею в виду. Вот такая вот овальненькая, длинненькая накладочка. Вот. Вот такое вот чудо нужно сейчас будет сделать. И теперь смотрите. Я предлагаю все три детали соединить. Где моя кисточка? Вот моя кисточка. Намазываю водичкой. Но еще раз напомню, ребят, не каплей воды. Капля воды это будет слишком серьезно. Просто увлажняю. Вот сейчас основание моего вот этого треугольника. И вот эту вот длинненькую. Тоже ее намазал. Увлажнил чуть-чуть. Соединяем ее вот так вот. Оп. Все. Приклеено. И помпончик. Это будет шапка. Ничего здесь сложного, ребят. Но и шапка тоже будет символическая штука. Вот. И символизм будет настолько простой. Самый простецкий. Помните, говорят, тебе зачем голова? Чтобы шапку носить. Помните такое выражение? Так вот, ребят, наша шапка будет именно для того, что находится вот в этом обращении, когда для чего тебе голова? Шапку носить? А вот как раз для того, чтобы были мысли позитивные. Вот для этого мы делаем вот эту шапочку. Шапка для позитивных мыслей. Даже когда все вокруг не предполагает никакого позитива, даже когда вокруг все происходит так, что позитив просто отдыхает, мягко говоря, и даже смешно о нем говорить, вот эта шапка вам такая будет намек, ребят. Даже вот в этой полной тьме мысль позитивная должна струиться. Это наша где-то обязанность, как человека, пчело на век, которое мы дали. Это наша миссия на планете, собственно говоря, даже громко, так сказать, тренировать свой позитив. Даже когда вокруг негатив сплошной. Это то, что нам подарено от одного создателя. Тоже можно затекстурить ее, сделать такую красивую шапочку, можете, как угодно, ребят. Вот можете взять столовый нож, можете взять, у него такие зубчики есть, если вы помните. Вот можно зубчиками такие тоже всякие разные орнаменты нести. Можно взять расческу твердую, ей какие-то там точечки тоже накатать. Материал довольно податливый, чтобы в нем текстурки ваши оставались. Вот шапка для позитивных мыслей. Чтобы мысль была конструктивной, творческой, созидательной, неразрушительной была мысль, а вот именно созидательная. Особенно, когда, ну, легко созидательную мысль пускать, когда все хорошо, когда у нас все ладно, складно и вообще замечательно. Вот попробуйте созидательную мысль генерировать, когда все наоборот. У нас сейчас такие условия замечательные в России, как раз вот, чтобы тренировать генерацию позитивной мысли. Уникальные условия, и, пожалуй, нигде на планете такого не найти. Да, в принципе, нет, сейчас, в принципе, всю планету подвели к этому. Тренировать созидательную генерацию. Сложно бывает, но надо. Надо, товарищи, надо позитивную мысль пускать. Вот как раз шапка укрывает нашу голову. Голова – это наш как раз ментальный центр, запускающий мысль. Вот чтобы эти мысли ваши были позитивны, конструктивны и неразрушительны. Энергия разрушения слишком проста, чтобы генерировать постоянно. Ее и так достаточно. Вот, ребят, такой вот маленький посыл. Казалось бы, вроде бы такие простые вещи. Я это назвал уже сегодня таким веселеньким названием – артефакты зимы. Вот зимние артефакты. Тем не менее, эти элементы я вам рекомендую сделать даже себе такой якорь хороший, информационный. Всегда, когда вы увидите варежки, знак вам брать-давать. Гармония. Просто задумываться хотя бы об этом. Оно потом будет выливаться. Вот, увидите шапку какую-то зимой. Ага. Мысли позитивные, конструктивные. Тоже такой якорек. Любая зимняя обувь. Зимняя обувь – это значит двигаться с благодарностью по времени. Мы двигаемся во времени. Мы появились на этой планете. Мы уйдем с этой планеты. У нас есть какое-то время. Вот с благодарностью по этому времени скользить. Это вот обувь. Не обязательно валенки. Вот такой вот момент, ребят. Ну и пока вы сейчас долепливаете там моменты, какие у вас остались, я немножечко сейчас вам покажу еще некоторые дальнейшие манипуляции. Они, к сожалению, возможны только, если это высохнет. У меня таких изделий есть. Уже такие подсохшие. У них такой звук интересный немножечко. Твердые печеньки. Здесь я теснил обычные, как они называются-то, занавески. Знавески, скатерочки, на которых вот есть какие-то такие вот узоры. Я их просто прикладывал и скалочкой проходил. Тоже наверняка найдутся у вас такие текстурки. Можно вот ими что-то сделать. Можно, используя вот наши вот эти вот все вот эти вот полусферки, с ними что-то потворить. Тоже вполне. Вот здесь тоже какое-то кружево нашлось. Вот это кружево тоже приложено было. Сейчас я так наведу фокус. Вот такая текстура, прям как будто какая-то древняя такая штука. Но вот эту древнюю штуку как раз я сейчас хотел бы сделать чем-нибудь таким нарядным. Чем можно красить? В принципе, тесто можно окрашивать всем подряд. Абсолютно всем, что у вас есть. Акварель, акрил, можно гуашкой. Есть, конечно, момент один хитренький, ребят. Густыми красками, чересчур гуашью и акварелью. Лучше чересчур, именно густыми не делать такие росписи. Есть риск, что у вас просто произойдет... Сейчас я боковой свет дам чуть-чуть. На боковой перейду. Вот. При боковом свете лучший узор видно. Жидкие краски, они больше входят в структуру этого материала. Сейчас я пожежу немножко сделаю. Чуть-чуть. Как сливки, как жидкие сливки хотя бы, чтобы были ваши красочки. Вот тогда у вас сразу входят в структуру, закупоривают многие поры и изделия резко становятся таким... В общем, оно не меняется. И долго возить не надо кисточкой. У кисточки волоски, если мелкие какие-то есть текстурки, то эти текстурки начинают как раз волосками разбиваться и все. Все. Золотой артефакт готов. Золото инков. Это вот быстрое, простое покрытие. Декоративненько, простенько. Ну, особенно вот эти наши вот формочки, ребят, перламутровыми красками, которые сейчас тоже в изобилии. Ой, во всех художественных салончиках. Очень много их сейчас тут. Можно тоже такие делать. Ну, то, что я назвал, подъелочные украшения. Да, в принципе, даже белой краской, если их сделать, такие маленькие беленькие какие-то штучки будут находиться у вас под елочкой или в районе стола тоже. Только их смотрите, чтобы их никто не съел. Тесто, в принципе, тесто. Они как сухарики пересушенные, но очень соленые. Хотя у меня все коты попробовали на зуб. Эти артефакты все подряд. Тоже такое быстрое покрытие делаю. Но оно одновременно и некогда делает... Чем хороший акрил, он делает некую защиту от воды. Акварель и гуашь такой покрытие пленочки не делает, конечно же, ребят. Поэтому здесь, увы. По-сырому лучше такое не делать ни в коем случае. Вы можете деформировать изделие. Оно у вас может просто неправильно высохнуть впоследствии с деформацией, с трещинами и так далее. Конечно, перламутры бывают разные. Ну, я почему перламутром сейчас цепляюсь, ребят? Все-таки они более такие нарядные. В них есть какая-то такая, ну, не знаю, как Галла сказала, елочные краски. Мне очень понравилось это название. Прям елочные краски. Действительно, елочные краски. Вот сейчас я золотой перламутр смешал немножко с сиреневым перламутром. Тоже перламутр легко декорировать. Либо это используют как фон, а потом на нем что-нибудь такое уже выписывать. Вплоть до всего, что угодно, ребят. Хоть цветочки, хоть там что-нибудь веселенькое, хоть глазки какие-нибудь с носиком и так далее. Вот, все подойдет. Либо так и оставить. Они тоже будут создавать настроение. Когда таких золотых слитков, каких-то золотых элементов, либо там других оттенков каких-то будет много, они в массе дают какой-то интересный эффект такой, ну, красивенький. Вот эту перчатку, кстати, я сейчас попробую тоже покрою. Вот такая будет перчаточка сиреневая. Маленькая. Брать, давать. Можно как раз, ребят, себя так потихонечку готовить с этим. Вот я так как бы поднял этот вопрос. Вот брать, давать. Ну, просто даже вот маленький такой момент с чувством себе такой посыл. Я легко беру, я легко отдаю. Можно вот так вот. Или там через меня проточно проходит. Я легко делюсь, легко беру. Легко приобретаю, легко делюсь. Можно какие-то такие вот формы спокойненькие, без экзальтации особой такой, но с каким-то таким легким, спокойным чувством. Такая вот тоже будет перчаточка. Это подсохло. Эта варежка у меня еще не подсохла, она еще влажненькая. Вот, ребят, если есть немножко еще времени, сил и немножко материала осталось, хотя бы на три небольших шарика. Ну, я вам сейчас покажу одну идейку. Может, она кому-то будет любопытна. У меня совсем мало его осталось, этого комочка. Где-то вот столько у меня осталось. Три шарика я сейчас вам создам. Вот мы потом посмотрим. Сейчас мне заключительную идею надо сделать. Еще одну веселенькую. Три шарика небольших. Шарик первый. Сразу скажу, это будет голова. Это вот будет будущая голова. У меня крошки краски попали немножко на глину. Ну, ничего, на глину опять. Все равно не останется глиняная. Так, и вот таких же, даже, может, чуть поменьше. Два шарика. Но два шарика будут такие, ребят, с маленькими такими вот, ну, назовем это, назовут сразу прямо, не будут так вокруг да около, ребят, лапки будут. Вот, лапки передние, лапки задние. Вот одна пара такая. Путенькие такие лапки. Вот одна пара есть. Вот такая деталька. Вот я ее сейчас положу вот здесь. Шарик покрупней. Вот. И такая же еще одна нужна будет. Маленькая, моя личная дизайн-разработка одного объекта. Вот две таких детальки. Ну, не обязательно, чтобы они были одинаковые абсолютно стопроцентно. Если хоть чуть-чуть немножко останется, ребят, нужен еще один объект нам вот такого типа. Веретенообразный такой. Можно тупенькое веретено. Все. Вот всего четыре детальки. И вот тут-то, тут-то, тут-то мы сделаем все это. Когда у вас вот эти две детальки будут готовы, на зубики похожи к чем-то, там одни у вас будут более толстенькая какая-то, если вдруг. Очень хорошо. Вот та, которая толстенькая, это будет нижняя деталь. Это будет верхняя деталь сверху. Она будет вот так находиться. Но верхняя деталь надо будет вот так сложить немножко лапочки. Путенькие лапочки надо будет вот так сложить. А эти оставить так вот в растопырочку. И кладем вот эти вот путенькие лапочки вот сюда. Такая вот образовалась системка. Там лапочки как бы такие торчат, а эти вот такие путенькие спереди. Вот такая вот фигурочка получится у вас. А это будет голова, само собой. Ее тоже можно аккуратненько на влажненькое местечко, так чуть-чуть. Можно пальчиком, кстати, увлажнить чуть-чуть место приклейки. И у шарика тоже увлажнить, не кисточкой. И вот сбоку это будет вот такая фигурка. Спереди это будет вот такая фигурка. Вот получается шарик. Путенькие лапочки. И задние такие висят. И хвостик, 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 хвостик. Можно как угодно его завернуть, ребят. Хоть кверху, хоть как там угодно. Там смотрите уже по себе. Такой маленький тоже хвост. Можно большой сделать, огромный хвост. В общем, такой намек на кошачье. Сейчас будем формировать вот из этого всего, из этого снеговика. Будем делать кошачье существо. Ну, если у кого-то медвежонок получится, ну что, значит медвежонок нужнее. Конечно, если у вас материал сейчас очень пластичный, конечно, может немножко ползти чуть-чуть, но ничего, как бы так потихонечку, аккуратненько. Даже интересно будет, когда он уже будет лежать, как он начнет взаимодействовать между собой, спрессовываясь чуть-чуть. Хотя, конечно, ребят, на будущее делать такие вещи лучше из более твердого материала. Можно немножко промять, простукать вот те места, где у вас щелочки, чтобы они были постепенно такие, плавно переходящие друг в друга. Более монолитность такую придать. Любым инструментом, можно палочкой, можно каком-нибудь там шилком. Вязальной спицей, кстати, очень хорошо такие штучки делать. Вот. Теперь нужно сделать маленькую прищипочку носика будущего. Чуть-чуть немножко так носик приподнять, и от носика сразу пошел вверх лобик. Такой, вывести лобик, чтобы сбоку это было ну, такой вот маленький вздернутый. Вздернутый курносик. И чуть подальше, на голове, ближе к затылочку, туда вот одно ушко выщипнуть, и второе ушко выщипнуть. Эх, слишком мягенький оказался у меня материальчик сейчас, но с другой стороны он будет более даже веселей. Такой монолитик. Можно немножко слегка повернуть головушку, пока она такая мягкая, куда-то в сторону, так чуть-чуть в бочок. Типа он там что-то увидел вбок, так вот сидя, такой хомячок такой получился. Котик-хомячок. Все, лучше сейчас уже аккуратненько его формировать. Уже окончательную формовку, ребят, надо сделать ее на чем-то, на чем это будет сохнуть. Потому что любое движение пальчиков, оно, конечно, будет деформироваться, двигаться чуть-чуть. Такое вот пузька тоже, вот я сейчас сухого вам покажу. Мишкообразный такой весь, не шутка. Вот потихонечку там поймаете. Вот если сделать таких парочку, там уже где-то на втором уже будет более такой котячка. Можно потихонечку даже, в принципе, без хвоста сделать и мишек каких-то подобных разных. Можно веслоухиха какого-то сделать, именно веслоуховые ушки. Чуть-чуть их так в стороны. Вот лобик немножко более плоский, темечка точнее более приплюснутая, такая плоская. Вот такой вот как бы кота-нетски. Такое своеобразное. Такие хулиганские моменты, которые тоже можно красиво провести. Вообще из шариков очень интересные. Можно делать комбинации всевозможных каких-то фигурок, животных и птиц, и таких более крупненьких. Вот, ребят, на этом я завершаю постепенно нашу работу. Очень любопытно глянуть, что у вас появилось. Вот у нас, конечно, на курсе мы будем делать чуть больше разных элементов. В частности, как раз вот цветочная группа, которая, ну, один из дней у нас будет как раз цветам, ребят. Ну, в тесте, если кто-то видел подобные вещи в тесте, они, конечно, очень такие необычные. Очень можно делать очень точные копии моделей цветов. Очень красиво получается. Ну, да, здесь детализация довольно высокого типа. Впоследствии даже можно использовать их для работы с натурой. Вот, смешивание более сложное, фигурные элементы тоже у нас будет как вот то, что я назвал, летосферные дары. Как раз это вот имитация разных камней. Пока это без лакировки, тоже о лакировке у нас будет отдельная тема. Вот, самые разнообразные. Тут у нас и лазуритовые элементы будут, и полевые шпаты, и мраморные эффекты могут появляться. Это тоже все на курсе. Ну, и какие-то элементы украшений можно действительно сделать уже довольно-таки стильные штучки, которые, если вам подходят по стилистике непосредственно вашей такую же систему украшений, тоже можно использовать. Гораздо шире. Да, тоже вот такой он крупненький. Они легко полируются, кстати. Их можно полировать, как камни. Можно лакировать. Тоже как вариант. Вот, в Глазе, с лакировкой тоже очень интересно делать эффект. Это будет не лакировано еще? Ну да, это вот. Так, а здесь было бы с ним под лаком. Пока вот такая вот матовость у них такая интересная. Очень крепкие. Когда залакируешь, они прямо на камень похожи. То же самое с ним. Ну, я это показывал. В принципе, наверное, видели уже эти моменты. Мы их показывали. Ну, и, конечно, вазончики можно самое делать разнообразные, но в них есть особенности сушки, о которых тоже мы будем говорить, потому что здесь сушка специфическая. Не всякую вещь можно высушить корректно, если она очень тоненькая. У котиков спросить, наверное, утащили котики. Так что, кому будет время, возможность, интерес, ребят, там мы немножко глубже в этот материал будем уходить. Но нашего сегодняшнего знакомства уже, я думаю, будет много. Здесь вот как раз двойная лакировка уже такая, такая крепенькая она уже. Блокировать мы будем разными лаками, и акриловыми, и художественными лаками. У них разные эффекты и разные способы. Вот. Ну, ребят, сейчас я вас попрошу, кто может показать какие-то моменты, тоже было бы очень интересно глянуть. Как чего, 100? Ну, что, а я вот это что-то... Сейчас что, смазу достану. Как красота. Литчик. Вау, здорово. Пакочек. У меня оранжевый цвет. Пакушу вижу. Ой, какой классный, а? Обалдеть. Оранжевый. Чуни такие. Чуни, по-моему, называется. Красиво. Ладно, сейчас. А шапка? Наши шапки... Меня сынок принял сначала за тортики, ну ладно. Крешка шапка. Классная. Шикарная. Кисы, я не знаю, ну такая прикольная тоже. Насупившись. Классно. С эмоцией такой слушай. Шапка даже милая. Классно, Елена, здорово. Мамочки. Такая маленькая она у тебя, ух ты. У тебя такая миниатюрная шапочка. Здорово. Ну, девчонки, у вас там такое прям богатство. Ух ты. О, какой. Классно. Веселая, ребят. Варежка вот такая, вот, не знаю, как показать. Ой. На руке. Ты ее пальчиком снизу поддерживай. Главное, чтобы не упало. Замечательно. Здорово. Очень экологичный материал, ребят. Конечно, значение соли здесь отдельная тема. Это вообще, как бы, соль земли действительно тут. Я старался удержаться от мистических моментов. Ну, они мистические, да. Стучит очень. Ну, вот, изо всех сил старался удержаться. Потому что соль действительно, она интересная делает вещь, потому что у вас довольно высокий процент этой соли, его много здесь, очень много. И такие бусы носить, я думаю. Ну, в принципе, если брать старое значение украшения, старинное значение украшения, это оберегать носящего украшения от всевозможных инородных воздействий, в том числе мыслей, эмоциональных и прочих. Вот. И свои причесывать в первую очередь, потому что они являются якоречком. Да еще что-то покажешь. Вот. Есть у кого? Катюш, что-то делали? Покажите. Так интересно разнообразие вариантов. У меня лучше всех шапочка и варечки получились. Я? Здорово. Камеры не у всех включены? Не у всех, да. У кого? Миниатюрная у тебя. Не на ней? Слушай, можно покрасить. Хорошо. Закатал. Спасибо, сиреневая. Классно. Вау. Какая красивая в одном стиле. Костюм. Фиолетовый. Вау. Вот это шапочка. Молодцы. Классно. Что же такое? Вау. Так, ну главными атрибутами я вас вооружил. Уже хорошо. Да. Да. Спасибо большое. Не знаю, слышно меня есть. Слышно, слышно. Приходите завтра. А, да? Слышно? Да. Да, спасибо. Кися, правда, моя побежала вся. Растаяла. Она растаяла. Это даже интереснее. Это же уже такой, знаешь... Стильно уже. Это уже такая абстракционная работа. Да, да. Она прям слилась. Прям слилась. Как мне нравятся эти розы? Это что вообще? Я тоже прям не могу. Подарим форсетки. Розы все заморозились. Какие были? Будем очень комментировать. Тут тонко стемно. А ты покажешь, что ты делал, сынок? Покажи. Ну неси. Ну неси. Он пироженки делал. Он денежные пироженки делал. Вот и неси свои денежные пироженки. Правильно. Занимался своим делом. Он своим делом, да, занимался. Сейчас, подожди, не видно. Вот сейчас. Вот. Денежные пироженки. Слушай, ну, Мадекса, а у тебя вообще супер. Как оригинально. Интересно, а когда они высохнут, монетка отойдет, там отпечаток останется? Не знаю, посмотрим. Поэтому я решила, не трогайся, не грайся, там нельзя. Прочит, нельзя? И монеты твои еще надо тоже. Вот. Классно, слушай. Вы не снимайте монетки, пока они не высохнут. Катя, потом спутайте, да, и детешку, и то, что у нас. А, хорошо. Хорошо. А потом эти... Хорошо, хорошо. Если отпечатки получатся, то вы эти отпечатки покрасьте золотой краской, как будто золотые слитки такие с отпечатками монет. Так лучше их потом... Когда? В какой момент их снять? Когда высохнут. Я предполагаю, что они могут сами отвалиться, когда высохнет полностью. А, да? Да, отвалятся все. Но может быть, может быть, не отвалятся. У меня нет опыта с металлами. Я тесто с металлом не соединял. В общем, если не отвалятся, то мы их просто там оставим, да и все. Ну да, да. Можно всегда в воду положить. Да ну зачем, Голь? Красиво жить, ничего. Ну, короче, вот такие вот. Очень символичная работа. Я в этом не участвовала, абсолютно. Ребенок сам. Не мешает. Абсолютно украинская мама. Ладно, ребята, да, если вопросы какие есть, готов ответить. Мало ли, вдруг какие-то вопросы, если есть. Вот. Если вопросов нет, тогда я завершаю. Всем доброго Нового года. Вот. Кто завтра приходит, приходите. Будем еще глубже в это вникать и разные делать вещички интересные. Вот. Ну, с камнями, да, это магия своя уже, другая совсем. Мир камней. Вот. Так что вот. Давайте, да. Всем всего доброго. До встречи. Спасибо огромное. Давайте. До свидания. Вам спасибо. Всего доброго. Удачи. С наступающим Новым годом. Здоровья. Спасибо. Взаимные вам тоже. Пока-пока-пока. До свидания. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова